МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В праздник в Краевую столицу приехала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира и президент Всероссийской Федерации Школьного Спорта Ирина Роднина. И сегодня она в нашей студии. Ирина Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Константиновна, расскажите, пожалуйста, о своем личном отношении к проекту «Герои с нашего двора». Как я понимаю, он сейчас федеральный. Мое личное – это одно, а другое – я являюсь как раз куратором партийного проекта «Детский спорт». Он входит в федеральный проект «Демография». Начинался он еще в 2009 году как раз с программой «Дворовый тренер». Потом у нас добавилась программа «Школьный спорт», то есть занятие во внеурочное время школьников. Потом у нас добавилась с 2014 года программа «Реконструкция спортивных залов сельских школ». И как раз вот Алтайский край очень активно в этой программе работает и показывает хорошие результаты. Дальше мы восстановили, когда-то была программа строительства спортивных объектов. Сейчас она восстановлена из 2019 года. Единственное, что мы занимаемся такими быстровозводимыми или, как их называют, больше фокоты, то есть плоскостные сооружения. Если вернуться к программе «Дворовый тренер», то мы начинали с 14 регионов. Сегодня это уже более 60 регионов. И, наверное, самый интересный этой программы в том, что каждый регион ее решает по-своему. У нас нет обязательных каких-то правил, потому что разные виды спорта, разные условия, разные взгляды, как это должно проходить. И вот если говорить о такой интересной программе, как «Герой нашего двора», она началась в Новосибирске. Дальше ее подхватили другие регионы и города Сибирского федерального округа. Сейчас это уже перешло и дальше по другим городам, потому что нам очень важно, ребята, отмечать, те, которые ведут активный образ жизни. Это не только чемпионы мира, Европы, это просто очень активные ребята. И, как правило, первое, где мы начинаем хоть какой-то спортивной активностью заниматься, это двор. И как раз вот показывать ребят, тех тренеров, которые работают с ними, даже ребят, у которых есть какие-то проблемы, и все равно они занимаются спортом. Вот эта программа, она идет достаточно широко. И я считаю, вот лучшее исполнение ее, наверное, это как раз Барнаул. А вот какая цель у самого проекта? Показали мы ребенка. На что это направлено? Какой эффект дает? Ну, знаете, у детей, почему вот Петя есть, а меня нет. Это же очень заводит, значит, по крайней мере, отметить тех людей, особенно тех, которые работают с детьми. Потому что тренер, который, преподаватель, который во дворе, сами понимаете, это каких-то высоких результатов не достигнешь. Но это, наверное, самая лучшая и самая благодатная публика. Второе, это достаточно большое количество детей, особенно родителей, стали более активно заниматься спортом. Вот, когда первый год программа только прошла в Новосибирске, то там детей, которых привели в спортивную школу, увеличилось на 25%. Да, это, в общем-то, это заразительно, это очень интересно. Поэтому здесь и момент поощрения, потому что я считаю, мы не всегда умеем вовремя сказать спасибо, найти добрые слова и отметить тех, которые ведут с детства очень активный образ жизни. И вот те знания и навыки, которые они получают в детстве, они дальше будут их сопутствовать всю жизнь. Сказали про слова благодарности, и я замечу, что проект даже расширился, не только герои с нашего двора уже, да, есть, есть спасибо, мама, спасибо, папа, есть сила традиций и многие-многие другие. А с чем связано это расширение? Тоже, чтобы отметить всех героев, да? Ну, очень часто, кто нас приводит или следит за нашим воспитанием, приводит в спорт, это, конечно, родители. В силу занятости у кого-то больше мама, у кого-то больше папа, потому что папа, как часто бывает, больше своим личным примером, хотя и мама сейчас, потому что вот мы стали проводить дворовый футбол, да, 6 на 6, и у нас сразу, вы знаете, потянулись, мамы стали играть в футбол, потому что мама приводит ребенка, все равно ей эти несколько, там, я не знаю, полтора-два часа надо куда-то время деть. И у нас, мне кажется, вот интерес людей к активности, к спортивной активности, он за последние годы у нас значительно вырос. И это очень хорошо, потому что, действительно, мы, смотрите, мы смотрим на спорт так, или здоровье и отвлечение от каких-то дурных привычек, или тогда уже олимпийские медали или чемпионаты мира. А то, что спорт тебе должен сопутствовать всю жизнь, и то, что спорт – это очень большая социальная программа, это и твой характер, это умение распределить свои силы, это умение, потому что во дворе это больше всего командные виды спорта, игровые, значит, умение вести себя в коллективе среди вот своих товарищей по команде, это интерес, ты знакомишься с большим количеством людей. То есть примеров социальной направленности вот спортивных таких мероприятий очень много. И, слава богу, люди это стали понимать, потому что ценность жизни стала другая. И многие родители понимают, что лучше быть физически развитым, чем ходить по больницам, по врачам, и потому что, я честно вам скажу, не знаю таблетки для здоровья. От болезни есть таблетки, а вот для здоровья такой таблетки нет. И поэтому спорт здесь просто необходим. Ирина Санатиновна, вот кроме того, вот этот проект «Герои с нашего двора» зашел уже и в другие сферы, где отмечают и творческих деятелей, добровольцев и так далее. То есть получается некогда спортивная инициатива сейчас объединяет и другие отрасли, да? Конечно. Вы знаете, у нас есть много примеров, особенно вот Белгородская область, когда предприниматели стали брать площадки, которые во дворах, приводить их в порядок, оплачивать там работу тренера, освещение, помогают ребятам приобретать какую-то форму, спортивный инвентарь, помогают им ездить на какие-то мероприятия. Потому что вот у нас после Чемпионата мира по футболу, у нас, я уже говорила, пошла программа, тоже такой чисто партийный проект «Футбол 6 на 6». Мы вместе с РФС, то есть мы никуда не переходим, никакой инициативы, но мы подхватили, и у нас на финал приезжает достаточное количество. Вот на первый финал к нам приехало почти тысячи детей. Причем это не какие-то крупные города, это небольшие муниципалитеты. И для нас это очень важно. В этой программе вообще принимают участие более 70 регионов страны. На финал, может быть, приезжает поменьше. Вот у нас дважды финал проходил в Москве. В этом году он у нас прошел в Казани. И то есть это большой интерес, и это помогает. И поэтому не всегда находятся средства. И здесь нам предприниматели помогают. Помогают площадки эти привести в порядок. Вторая программа у нас пошла тоже летним, мы так и называем, спортивное лето. Это баскетбол 3 на 3. Потому что после Олимпийских игр в Токио, мне кажется, многие открыли интерес к такому стрит-баскетболу. И очень активно тоже стали в это вливаться. В этом году мы первый раз провели такой всероссийский фестиваль в Перми. И знаете, когда ребята увидели, тем более Пермь, абсолютно баскетбольный город. Есть своя любимая команда. Ведь что еще очень интересно? Не всякий молодой человек, ребенок, который занимается спортом во дворе буквально. Вдруг он попадает в большие спортивные объекты. Когда там все по-серьезному. Я помню, мы проводили так финал золотой шайбы на арене Мега в Москве. И вы знаете, там бедные ребята не могли даже играть. Потому что они в этом кубе, который висит посередине, вдруг он увидел себя. Знаете, совершенно по-взрослому. И это, конечно, для ребят остается в памяти на всю жизнь. Поэтому для нас очень важно, чтобы спорт – это не только рекорды, очки и медали, и контракты в больших клубах. Но это познание себя, познание страны. Потому что когда дети переезжают с одного региона в другой, во-первых, ты сколько детей встречаешь, а во-вторых, ты знакомишься со страной. Это тоже очень важно. Страна-то у нас гигантская, и не всегда родители могут обеспечить такие вот переезды. Вот как раз вопрос о единстве и единении нашего населения. Здесь вот детский спорт, массовый детский спорт, решают очень успешно. Вы затронули тему муниципалитетов. И я хочу отметить, что проект «Герои с нашего двора» у нас в регионе растет географически. И билборды появились уже в сельских территориях и малых городах. Это Ребрихинский, Завьяловский районы, город Заринск. Вот как вам такая тенденция вдохновлять детей в муниципалитетах? Ну, это наша главная задача. Наша главная задача – не провести финал в Москве. Хотя мы очень хорошо понимаем, что для многих детей приехать в Москву или в Казань, посмотреть наследство, Олимпиады, те спортивные сооружения – очень здорово. Но любой спорт, любое дело начинается, вот как вам сказать, чем шире мы берем охват в первичной своей стадии, поэтому первый этап – это муниципалитеты, второй этап – это, конечно, регионы, а третий этап – это уже финал. Поэтому мы всегда, когда встречаемся и продвигаем наши программы на встречах с губернаторами, мы всегда просим, чтобы вот эти такие финальные соревнования по региону, они брали вот под себя. Потому что когда на призы губернатора, и, естественно, пойдут какие-то и премиальные, пойдут какие-то особые знаки внимания, там, отдыха детей, отметить тренера. Я помню, вот когда мы самые первые проводили такие мероприятия, ну, для многих тренеров это, знаете, так он во дворе работает или где-то в школе, а тут он отмечен губернатором, его весь регион знает, и это тоже его стимулирует и вдохновляет многих. Ирина Константиновна, во время визита в Барнаул в 2019 году вы подписали соглашение с правительством Алтайского края, с региональным Минспортом о взаимодействии с Российской Федерацией Школьного Спорта. Как вы оцениваете развитие детского спорта в Барнауле и в Алтайском крае? Давайте я не буду оценивать, потому что, чтобы оценивать, здесь надо бывать чаще и больше видеть. Но то, что внимание к этому есть, и я должна сказать, что вот Анна Серова, она просто, знаете, на таких людях держатся любые проекты, энтузиазм фантастический, энергия фантастическая, умеет людей объединять, делает интересные вещи, она своей энергией просто заражает многих. И это дает огромный толчок для развития, потому что, ну, если, опять же, есть вдохновители, есть руководители, то любой проект начинает другую окраску получать. И мне кажется, что этот проект еще чем хорошо, он объединяет не только людей вот в Барнауле или в Алтайском крае. Вот сегодня на отмечать пятилетие приедут и наши руководители, и наши люди, которые продвигают такие проекты из Новосибирска, приедут и из других регионов, и они тоже между собой общаются, делятся, да, вот, потому что приехали в Новосибирск, увидели, потрясающе, да. Но почему у нас так не сделать? И вот такая внутренняя, мне кажется, очень здоровая конкуренция, она помогает развиваться этим проектом. Приехала одна команда к нам на финал в костюмы хороших, все уже подхватили, алтайские дети. Вот, и знаете, вот в этом тоже есть определенные соревнования, потому что мы всегда говорим, что понятие малая родина, вот выступать за свой класс, выступать за свою школу, выступать за свой город, выступать за свой регион. И еще когда у тебя есть вот эта форма, я просто помню свою первую реакцию, я уже была вроде бы и чемпионка мира, и чемпионка Европы, и не единожды, но когда мы получили форму, чтобы выступать в этой форме и представлять страну на Олимпийских играх в 1972 году, и нам привезли как раз, мы были на сборах в Хабаровске, не только я, а вся сборная, мы вечером не могли тренироваться, потому что все хвалились, примеряли. И это очень важный такой момент, потому что я помню, как мы проводили, вот в Московской области веселые старты, и там приехала с нескольких муниципалитетов ребята из школ, и одна команда не захотела участвовать в открытии, потому что у всех школ была форма, ну самая простая там, ну что, шорты и футболка, ну на футболке команда, номер школы, а у этих были просто белые футболки. В самих соревнованиях и тестах они принимали участие, а тут они себя чувствовали несколько обделенными. Поэтому вот как раз и это тоже является таким моментом объединения. И мы очень счастливы, что ребята работают, ребята продвигают эти идеи. Каждый регион, я еще раз повторяю, очень делают интересные и творческие. И самое главное, что не только дети, а именно организаторы получают огромное удовольствие от той работы, которую они проделают, потому что они достаточно быстро получают ответ, положительный ответ. Потому что нет ничего приятнее и более высокой оценки, это глаза детей, которые принимают участие в таких мероприятиях. Ирина Константиновна, ну и в конце нашего разговора давайте поговорим о Барнауле. Вы не вспомните уже, сколько раз вы здесь бывали? Ну, стыдно вспоминать, я еще с советского времени здесь была. Наверное, я здесь была первый раз в году, в 68-м, потому что у нас как раз начались по окончанию сезона турне сильнейших фигуристов Советского Союза по городам Сибири. Это вот как раз Барнаул, потому что тогда это был единственный город с закрытым катком с крыши. Это был Новосибирск, холодно, открытый каток. Это был и Кемерово, открытый каток, где со всех предприятий летели. Просто лед был весь в каком-то песке от цементных заводов, от металлургических заводов. И я считаю, что для нас это был, наверное, один из самых интересных моментов. Потому что на соревнованиях мы, естественно, заняты собой. Готовимся к соревнованиям, естественно, тебе не до того, кто как готовится. На тренировках то же самое. Сборов тогда таких практически, вот как сейчас, все у нас не было. Это единственное, где вот вся команда собиралась вместе. И мы лучше друг друга узнавали. И нам потом было намного проще ездить на крупные соревнования. Единение команды именно вот в этих турах по Сибири. Ну, а говоря о Барнауле сегодняшнем, как вам город, атмосфера, люди? Он меняется. Вы знаете, я должна сказать, что все города нашей страны за последние, вот, наверное, 7-8 лет стали здорово меняться. Нам стало небезразлично, где мы живем, что у нас не только в городе, но и во дворе. Поэтому идут, мне кажется, очень хорошие программы междворового пространства, программы привести в порядок подъезда, благоустройство города, программы парков. Это вообще замечательно. Потому что парк – это не только прогулки, но и огромное количество различных, ну, площадок и центров занятости. И огромное количество концертов и различных других мероприятий. Конечно, наша архитектура стала по-другому относиться. Не просто поставить коробку, а чтобы каждый дом имел, ну, красивый вид. Поэтому и Барнаул, тем более, и его набережная. Вообще вот это вот, когда поднимаешься на этот парк, мне кажется, такой прелести не имеет ни один город. И сохранение старой архитектуры, старых домов. Потому что, конечно, города Сибири у нас и вот Дальнего Востока, они были этим богаты, но все эти дома находились, и строение, скажем честно, не всегда в лучшем состоянии. И мне кажется, что сейчас каждый город не только восстанавливает, не только строит что-то новое, но и находит свои изюминки. А это становится дорого всем и притягательно всем. И особенно, когда сейчас мы занимаемся такими вопросами, как расширение туризма. Потому что, ну, давайте скажем честно, в советское время у нас внутреннего туризма практически не было. Только если по ленинским местам-то. Потом мы все открыли для себя Турцию, Египет и теплые страны. А теперь мы стали заниматься и внутренним туризмом. И здесь идет хорошая конкуренция и городов, и краев, и областей, и регионов. К себе привести больше туристов. Это не только Москва, это не только Санкт-Петербург или Казань. Вы знаете, и мне кажется, что здесь как раз Алтайский край должен тоже хорошо поработать. Открыть свой совершенно уникальный регион для жителей всей страны. Потому что, да, мы знаем Белокуриха, мы знаем еще что-то. Но тех просто удивительных природных красот, которые есть в вашем крае, не так много людей знают. Поэтому вам здесь, особенно телевидению, надо хорошо поработать. Хорошо, Ирина Константиновна, спасибо большое. Обязательно будем работать. Спасибо огромное вам за общение. Очень приятно было с вами сегодня поговорить. Спасибо и успехов во всем. Что же, друзья, у нас в гостях была Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира и президент Всероссийской Федерации Школьного Спорта. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До встречи.